Энергетический переход с порядковым номером 4 Энергетический переход с порядковым номером 4 В 1840 году 5%, в 1900 – 50% Второй энергопереход. Рост доли нефти в первичных источниках с 3% в 1905 году до 45% в 1975 Третий энергопереход. Расширение использования природного газа с 3% в 1930 году до 23% в 2017 Для всех трех энергопереходов есть общая черта. Господа политики, участие в нем, если и принимали, то только на вторых и третьих ролях. Научно-технический прогресс показывал, что новые первичные энергоресурсы выигрывают по доступности, надежности, энергетической безопасности, позволяют задействовать новые технические возможности сначала в военной сфере, а затем в гражданской. Предлагаю даже не пытаться отрицать тот факт, который может казаться неприятным, не делающим нам человеком чести. Именно военные нужды, стремление как можно быстрее разгромить противника или противников при минимальных собственных потерях было, есть и остается основным двигателем научно-технического прогресса. Прогресс во всем подряд, в науке, в технике, в той самой энергетике. Уголь – это не только рост качества металлических сплавов и темпов по производству. Уголь – это боевые корабли, независимые от погоды. Это быстрая перевозка войск и их снабжение по железным дорогам. Нефть и нефтепродукты – это рост маневренности все тех же военных судов и увеличение запаса хода. Впрочем, пофилософствовать на эту тему вы, уважаемые зрители и слушатели, я уверен, можете и без меня. А я еще раз подчеркну общую черту первых трех энергопереходов. Во время их реализации политики всех стран пользовались теми возможностями, которые им давали ученые, конструкторы и инженеры. Сначала изобретение, только затем организационные усилия руководителей стран. И да, предложенное описание энергопереходов не мое, поскольку лично я уверен, что этих переходов состоялось не три, а четыре. Четвертый, идущий поверх всех трех описанных, это не переход даже, а принципиально новая эра в развитии цивилизации. Это эпоха электроэнергии. Если кто-то против этого тезиса, выдергивайте штепсель вашего компьютера из розетки, это гарантирует лично меня от необходимости вести бессмысленные споры. Эпоха электроэнергии стартовала на рубеже 19-го и 20-го веков, и никакой остановки нет, не было и не предвидится. Больше того, электроэнергия играет большую роль и в четвертом энергопереходе, внутри которого мы сейчас вроде как живем. Почему вроде как, сейчас попробую объяснить. Предпосылкой для энергетического перехода номер 4 стало Парижское климатическое соглашение 2015 года. Этого факта уже достаточно для того, чтобы появилось подозрение о том, что этот энергопереход искусственный. Не было у него других предпосылок. Последняя мировая война закончилась за 60 лет до подписания соглашения. Ядерная гонка вооружения тоже закончилась. Впрочем, закончилась она или была только приостановлена, боюсь, мы сможем узнать в ближайшее время. Парижское соглашение базируется на двух научно недоказанных гипотезах. Планета вступает в эпоху глобального потепления, а основной вклад в этот процесс дает антропогенный фактор. А главная составляющая антропогенного фактора – наш с вами тепловая энергетика и автомобили с самолетами и морскими судами на двигателях внутреннего сгорания. Еще раз повторю, если кто вдруг не услышал, то и другое только гипотезы. В научном мире у них полным-полно противников. Но обе гипотезы были подхвачены политиками. Вокруг них развернута невиданная пиар-компания, не утихающая вот уже десятки лет. Политиками именно западными, прежде всего из руководства стран Большой Семерки, которая структурно выглядит как США и ее шестерки. Извините, риторический вопрос. А есть те, кто действительно верят, что западные политики – это про некую заботу о глобальном счастье человечества, а не про деньги? Я очень надеюсь, что события последних лет убедили даже самых заядлых скептиков. Для понимания сути любой инициативы у политиков коллективного Запада необходимо искать ответ на простой, тривиальный, вульгарный вопрос. А где прибыля, к которым эта публика стремится в этот раз? Вся прочая словешная шелуха про здоровье планеты, про заботу об человеке, за демократию со свободой слова и мнений – это дымовая завеса, ядовитый пар, вдыхание которого крайне вредно для психического здоровья. Надышишься – гретой станешь. И в случае с четвертым энергопереходом все именно так и обстоит. Он про прибыля, а не про заботу о природе матери ихней. Можно сколько угодно слов говорить про Парижское соглашение, но предпосылки энергетического перехода номер 4 появились куда как раньше. И эти предпосылки и сделали необходимым это климатическое соглашение. Нужен был тот самый ядовитый пар, причем в таком количестве, чтобы укутать с собой всю планету. Именно поэтому, кстати, потепление было объявлено глобальным. Морозы в Техасе, снег на Ближнем Востоке, минус 25 в Самарканде. Если факты противоречат теории, горе фактом. Заткнем их великолепной по уровню демагогии формулой. Глобальное потепление сопровождается локальными похолоданиями. Все, теперь с этим и живем. К середине нулевых коллективный Запад и прежде всего руководство Евросоюза вынуждено было смириться с жестоким для них фактом. На их территории в очередной раз закончились источники первичных энергетических ресурсов. Леса вырубили еще в средние века, а теперь уже и об угольных копиях Кардифа можно только в книжках прочитать. Дальнейшее выкачивание единственного на территории Евросоюза гигантского газового месторождения Гронинген вызывало рост количества и амплитуды землетрясений. Да и запасы углеводородов Северного моря показывали дно уже тогда. Из-за победы ненавистного тоталитарно-авторитарного Советского Союза во Второй мировой войне колониальная система дала дубы раньше срока. Покорность западной воли стран ОПЕК становилась все более условной. 1974 год тому порокой, а уж 1979 и вовсе гарантии. Нефтяной кризис 1974 года у нас вспоминают достаточно часто. Так что подробность вряд ли необходима. Но есть еще один нюанс, о котором предпочитают не говорить. Вот обычное описание этого кризиса. В 1974 году мировые цены на нефть из-за кризиса за полгода выросли в 4 раза. Так оно и было. Но нефтяной кризис закончился уже в 1975. И что, цены вернулись на привычный уровень? Черта зла. Поднять их подняли, а вот опустить забыли. Четырехкратный рост стоимости сделал рентабельной добычу нефти Северного моря. Продлил рентабельность разработку месторождений Северной Америки, находившихся уже на серьезных уровнях выработки. 1979 год – это дата исламской революции в Иране. И это еще один двукратный рост стоимости нефти, чтобы уже с запасом было. Для надежности еще и Ирано-Иракская война. Война между двумя странами ОПЕК. Но халява с ценами – это одно. А вот железная воля матушек и природы – совсем другое. Поскольку никакие политики над ней порой не властны. Не обнаруживались гигантские месторождения ни нефти, ни газа, хоть ты трести. Они ведь там, на Западе, действительно старались. Нравится нам это или нет, но в геологоразведке и в технологиях добычи и переработки улеводородов от Запада отставал и Советский Союз, и современная Россия, которая только-только вступила в технологическую гонку. Не давала поблажек геология Западу. И больше того, выяснилось, что привычный, брутальный метод решения всех проблем перестал работать. Ну вот удалось штатам и их шестеркам расколошматить в два захода Ирак. А толку? Ирак снова перехватывает контроль над своими углеводородами, и остановить процесс не получается. Тем паче, что за границами Ирака за всей этой возней ухмыляясь наблюдает Иран, у которого ядрен батон то ли уже есть, то ли появится в тот момент, когда Иран того захочется. На дворе оказывается уже не 18-й, не 19-й, даже не 20-й век. Удерживать режимы в подконтрольных странах только на штыках не получается. Хотя и очень хочется, поскольку привыкли руки к топорам. В Киеве, вот кажется, получилось. Да только нет там крупных месторождений углеводородов. Да и слово «кажется» имеет, как выясняется, множество нюансов. Локальные успехи Ирак, Ливия имелись, но глобально не получалось и не получается. И что в перспективе у того Запада при таком раскладе? ОПЕК зубы уже показывал. В 2001 году еще и в СЭХ Федерация стран экспортеров газа появилась. При этом развитие и усложнение всей системы экономики в Европе продолжалось. Росло автомобилестроение, вводились в строй новые нефти- и газохимические предприятия. Перспективы в нулевые были не самыми уютными. Либо новая череда колониальных войн с целью тотального контроля над месторождениями углеводородов и над маршрутами их поставок. Либо нарастающая зависимость от внешних поставщиков. Так и норовейших выстраивать между собой интеграционные связи. Закончиться это могло самым странным. Даже язык с трудом такой ужас выговаривает. Могли упасть прибыля. И даже дойти до того, что придется задумываться над тем, где столоваться придется. И вот тогда господа политики обратили внимание на уже заметное развитие новых, если точнее, то хорошо развивающихся старых, технологий генерации электрической энергии. Да-да, те самые солнечные и ветряные электростанции. Эти технологии развивались прежде всего именно в Европе. Откуда взялась убежденность, что освоение этих технологий будет оставаться недоступным всем остальным странам, лично я ответить не могу. Тут, мне кажется, требуется помощь психологов, если не психиатров. Технологии есть. Развитие их в собственных странах было способно создать эффект масштабирования. Оставалось навязать острую потребность строительства как можно большего количества солнечных и ветряных электростанций всем странам, которым реально эта придумка требуется по мизеру. Дальше все пошло по схеме «сказано-сделано», благо опыт подобного рода манипуляций у Запада обширен, да и только что был отработан с использованием новых технологий. Это я так намекаю на истерику с пресловутыми озоновыми дырами, виноват в которых был фреон в бытовых холодильниках. Бенефициаром стали компании, первыми рискнувшими использовать новые хладагенты, запатентованные компанией «Дюпон». Но это были хоть и крупные, но еще и не глобальные прибыли. Это была относительно небольшая группа товарищей Тамбовского Волка, потому и решили, как говорил первопоследний президент, начать, а потом расширить и углубить. Начали с Киотского протокола. Поставили на учет сторонников гипотезы в научном мире, сомневающихся простимулировали вечно зелеными изделиями. Приложили тех же Франклинов к жадным до них журналистам и прочим лидерам общественного мнения. И уверенно двинулись к важной веке на этом пути – к собранию в Париже, к продвижению того самого соглашения о климате. Плевать, что научных доказательств нет и вряд ли предвидится. С учетом перспективы глобальной прибыли – это вообще никому не нужной подробностью. Только не спрашивайте меня, по каким таким причинам под этой ахинеей поставила подпись Россия. Нет у меня какого-то оригинального ответа. Несмотря на уже разворачивавшиеся крымские антироссийские санкции, часть нашей руководящей элиты пребывала в состоянии тотального гипноза про Европу от Лиссабона до Владивостока вкупе «делаем как они, иначе что скажет Марья Васильевна». В 2020 году, стараясь не обращать внимания на то, с какой скоростью и успешностью освоила технология создания солнечных панелей Китай, Евросоюз окончательно сформулировал все положения четвертого энергоперехода. Составные части – декарбонизация, децентрализация, цифровизация и энергоэффективность. Уголь, нефть, нефтепродукты и в перспективе природный газ должны как можно быстрее уйти в прошлое. Основой энергопотребления должно обязано стать производство электроэнергии, для которого уже имеются все условия. Генерация электроэнергии только исключительно на базе возобновляемых источников энергии. К числу ВИА отнесли малые ГЭС – солнечные ветряные электростанции и электростанции на биомассе во всем их разнообразии – от биогаза до коры деревьев. Дискредитация крупных ГЭС по вполне понятной причине. Гидроресурсы Европы используются и так уже процентов на 80, а отдавать Землю, самый дорогой ресурс Европы, под новое водохранилище – как-то не камильфо. Дискретность производства электроэнергии на климатически зависимых солнечных ветряных электростанциях велено оккупировать за счет водорода, причем исключительно за счет зеленого. Это для нас с вами кинзаза – комедия с сатирой. А в Европе это, похоже, документальный фильм, переходящий в инструкцию. Водород, производимый за счет использования угля, коричневый, за счет использования газа – голубой и так далее. В нашем кино цветными были штаны, в Европе цвет появился у водорода, хотя водород как был бесцветным, так и остается. Зеленый водород в этой безумной градации – тот, который производится методом электролиза воды, причем электролизеры, обеспечиваются электроэнергией только с электростанции на возобновляемых источниках. Впрочем, дальше в подробности параноидальных бредней мне лично лезть не хочется. Это интересно, но про них не в этот раз. Сегодня о двух важных моментах, важных именно для нас с вами, для России. В октябре 2021 года, во время очередной российской энергетической недели, наш президент Владимир Путин высказал, как гвозди вколачивая совершенно неоспариваемый тезис. Энергопереход не может быть глобальным, проходящим во всех странах планеты по одному и тому же сценарию, с одним и тем же темпом. Энергопереход возможен, но при его проведении необходимо учитывать особенности каждой страны. Климат, наличие первичных ископаемых ресурсов, уровень развития экономики вообще и энергетических систем в частности. Различные виды электрогенерации не должны конкурировать друг с другом в режиме войны на уничтожение. Развиваем электрогенерацию, ради этого закрывая угольные электростанции или что-то в этом духе. В том же выступлении Путин задал и количественные показатели, которые он полагает нам необходимы к 2050 году. Доли в общем объеме производства электроэнергии должны выглядеть следующим образом. Гидрогенерация – 20%, атомная генерация – 25%, ВИА – 12,5%, Оставшаяся – тепловая генерация с превалированием газовой. 2050 год должен стать рубежным. К этому моменту Россия должна стать углеродно-нейтральной. Последний термин тоже точным. Нужно только понимать его значение. Это не про нулевые выбросы углекислого газа. Но хотя бы потому, что это в принципе невозможно, поскольку животные и человеки никак не могут избавиться от привычки, вдыхая чистый воздух, выдыхивать не пойми чего. Углеродная нейтральность – это полный баланс, вырабатываемый при любых процессах углекислого газа и объема того же углекислого газа, поглощаемого окружающей средой. Что мы имеем в результате вот такого решения, которое, заметьте, никто у нас в стране не пытается оспаривать? Выбран наш собственный маршрут движения энергетической отрасли к углеродной нейтральности. Но именно маршрут, а не сценарий. Общее направление задано, никаких технических деталей при этом нет. Но и собственный маршрут для России – это очень много, поскольку, повторюсь, у нас во власти полным-полно замечательных, прекрасно душных и светлоликих людей, отказывающихся думать собственной головой, умеющих только обезьянничать. Там массово строят солнечные ветряные электростанции? Ясно, разрешите выполнять. Вот вам программа ДПМ, договора предоставления мощности ВИА. Раз, вот вам программа ДПМ ВИА-2. Евросоюз подписал водородную сделку? Есть, так точно, разрешите выполнять. Вот нам на голову водородная стратегия России. Повезло еще, что ее писала именно та публика. Слово «стратегия» есть, «стратегии как таковой» нет. В Европе заговорили про электромобили. Тогда мы обязаны не просто говорить, а орать, срывая голосовые связки. Даешь 240 тысяч электромобилей в России в год? Далой транспортный налог с владельцев электромобилей. Наша громкая «Ура» строительству бесплатных заправок от Калининграда до Анадыря. Вместо тщательной проработки всех этапов нашего собственного энергоперехода, безумная, бездумная компанейщина, внутренне никак не увязанная. Хотим электромобили по всей Руси великой? А не начать ли с оценки того, как электромобили будут себя чувствовать в Якутске с Норильском, в сравнении с Краснодаром и Ставрополем? Хотим 40% автопарка сделать электрическим? А где при этом анализ наличных и потребно-генерирующих мощностей? Где оценка инвестиций в развитие электросетей? В безумной Европе и то в последнее время стали пробиваться сквозь чугуньи роски разума. Ассоциация Компании операторов электросетей Евросоюза не так давно выдала на гора первую прикидочную оценку необходимых инвестиций в электросети. У них получилось 1,2 триллиона евро. 1200 миллиардов евро. Посмотрите на территорию Евросоюза, припомните, какой там климат. А теперь прикиньте, насколько нужно умножать, если мы хотим европейскую сову натянуть на глобус России. Я астрономию со школьных лет особо тщательно не изучал, потому с числами, да еще и в пересчете на рубли, откровенно путаюсь. И это что же происходит, если у нас нет того, кто задал бы вот такие элементарные вопросы нашинским электроэнтузиастам, чьи ручонки лежат на штурвалах нашей экономики? Да, Путин, образно говоря, шлагбаум перед электроэнтузиастами опустил, но статистика показывает, что даже прямые поручения президента правительству имеют коэффициент исполнения не выше 30%. Но не секрет ведь, кто именно Россией напрямую управляет, не так ли? Вот и в этом случае нам в какой же по счету раз повезло. Повезло Шульгиновым, министром энергетики, профессиональным электроэнергетикам, который а. Никогда никуда из отрасли не выходил и б. Никогда в частных структурах не работал, тем самым в полной мере сохранив инстинкты государственника. Это его стараниями схема и программы развития электроэнергетики с 2022 года централизованы в руках системного оператора и разрабатываются на период в 5 лет. Никакой ностальгии не испытываете? Централизованные пятилетние планы развития. Ух, приятно слышать, однако. Это стараниями Шульгинова системный оператор получила возможность ввести диспетчеризацию солнечных и ветряных электростанций на общих, единых принципах с электростанциями всех остальных типов. Хороший ветер, генерация идет на 100% мощности и изо всех сил хочется весь вырабатываемый объем электроэнергии как можно быстрее продать? Похвальное желание, господа владельцы ветроэлектростанций. Да вот только объединенной энергосистеме такой объемный электроэнергии в данный конкретный момент не требуется, поэтому извольте лопасти сложить и идти чай курить, пока от меня, системного оператора, новый приказ не получите. И это, на секундочку, принципиальное отличие от ситуации в Европе, где в национальное законодательство намертво вбит преференционный режим для зеленой генерации. Там в таких случаях отключают традиционные тепловые мощности. Почему наш нынешний подход к диспетчеризации правильный, а европейский нет? Уж точно не из-за моего квасного патриотизма. А потому что я отказываюсь забывать, что такое вывод на рабочую мощность угольных и газовых электростанций с холодного состояния. Розжих угольных котлов происходит при помощи мазута, объем которого измеряется сотнями тонн, к примеру. Как это на окружающую среду влияет, особенно с учетом того, что у нас немало ТЭЦ в городской черте находится? Лучше даже не задумываться. Я не могу не отдать должное Шульгинову, как опытному аппаратчику. Своей инициативой о новых полномочиях системного оператора он огласил в частности так через полтора-два после выступления Путина на пленарном заседании российской энергонедели в октябре 2021 года. Расчет Шульгинова был точным на все 146%. Против предложения министра энергетики не то что возражений, даже комаринового писка не было. И ровно так же проскользнуло еще одно нововведение, которое Шульгинов сумел протащить сквозь горнила Государственной Думы в качестве дембельского аккорда. 3 мая этого года, то есть за считанные дни до ухода Шульгинова с поста министра, выяснилось, что места для строительства новых солнечных ветряных электростанций компания инвестора обязана согласовывать все с тем же системным оператором. Вот туточки отличная роза ветров и замечательная инсоляция. Это здорово. Вот только балансировать вашу климатически зависимую генерацию конкретно здесь просто нечем. Нет рядом ни гидроэлектростанций, ни гидроаккумулирующих электростанций, а базовая генерация исключительно на атомных электростанциях, которым маневрировать мощностью непозволительно. Потому, извольте свернуть схему строительства ветряков и полей панелей в трубочку и далее по известной схеме. С моей стороны сказано не только и не столько панигириков, в честь Николая Григорьевича Шульгинова, сколько совершенно реальный пример, живое доказательство того, что даже в наше непростое время есть способы результативно противостоять высокопоставленным дуракам с инициативой. Да, это сложно, поскольку требует профессионализма, наличия воли и команды единомышленников. Без твердой поддержки со стороны руководства системного оператора ничего бы не получилось. Вот такое полученное от предшественников наследие позволяет нашему новому министру энергетики выстраивать и дальнейшее движение в том же направлении. Алгоритм действий уже выработан. Куда еще двигаться? Так только вперед, к здравому смыслу. Активисты ВИИ и генерации в последнее время полюбили тыркать всем в нос факт того, что себестоимость такой генерации существенно снизилась. Вот мы какие молодцы, мы способны предлагать низкие тарифы, давайте нас бегом поддерживать. Чего вы тут бурчать изворите? Для начала напомню, чем обернулось зеленое безумие для потребителей электроэнергии в Германии. Когда очередное правительство ангела, не побоюсь этого слова, Меркель, только разворачивало пропаганду в пользу ветропанелей, обещания были следующими. Сейчас у нас тариф на электроэнергию в среднем 9 евроцентов за киловатт в час, а вот когда панели к турбинам привяжем, по всему фатерлянду развесим, будет 6 евроцентов. Результат известен. В 2021 году, еще до начала энергетического кризиса, средневзвешенный тариф в Германии составлял 34 евроцента за тот же самый киловатт в час. Что такое? Как же так-то? Импортных скопаемых ресурсов солнечным ветрякам не требуется, а падение тарифов вдруг оказалось отрицательным. Оказывается. Ба, кто бы мог такое подумать? Важна не только себестоимость генерации, но инвестиции, которые требуются для интеграции прерывистой, климатически зависимой генерации в объединенную энергосистему, без нарушения ее надежности. Вот тут требуется пиковая газовая электростанция, вот здесь гидроаккумулирующая, а вот в этот регион придется прокладывать новые линии электропередач, оснащая их подстанциями. Ни то, ни другое, ни третье по ангелу веления Паулафу Хатенью не появляется. За все приходится платить. Это европейский подход. Но есть ведь еще и китайский. Вы любезнейшие намерены ветроэлектростанцию в нашей провинции построить? Отлично. Дабы ее вписать в объединенную энергосистему, придется вложить вот в это, это и вот в то. А потому с вас, секундочку, цать миллионов юаней дополнительно. Но задрать тариф на электроэнергию не дадим, поскольку наше центральное руководство это напрямую запрещает. Что, уже не хотите ветроэлектростанцию, поскольку в вашей душе внезапно проснулась беззаветная любовь к углю? Бывает, но вы не стесняетесь приходить к нам еще. И на мой взгляд, как раз это совершенно нормально. Не государство прогнулось под хотелки зеленых бизнесменов, тем самым вызвав у всех и вся очередной приступ ненависти к Россетям. А инициативного участника заставили задуматься о государственном интересе. Не надо кукарекать денно и ношно про дешевую генерацию. Надо взять в руки калькулятора и в сосредоточенной тишине посчитать, почем станет интеграция вашего зеленого чуда техники. На мой взгляд, это и есть здравый смысл, который я, к старости, люблю все больше. Нет, я не настаиваю. Это просто доброе пожелание. Руководствоваться в своих действиях здравым смыслом. Я уверен, что тогда и результат будет здравым. Не задрав штаны и нестись за еврокомсомолом, а включить голову, набросать списочек, пошаговый алгоритм, потом вооружиться калькулятором и с максимальной точностью посчитать, во что обойдется очередная лихая затея, когда оно окупится и будет ли это нести пользу для развития России. Дам не получилось ровно наоборот. Но это все только часть нюансов, связанных с энергопереходом номер 4. Есть еще кое-что. Так или иначе, но стараниями коллективного Запада уже состоялось и все еще продолжается в потрясающей стоимости рекламная кампания в пользу зеленых видов генерации электроэнергии. От края до края в глобальном масштабе. Даже те страны, у которых энергодефицит тотален, и те все чаще задумываются про солнечные ветрячки в составе объединенной энергосистемы, умудряясь верить в то, что Запад поможет с инвестициями. Даже сам Запад начал, пусть пока периодически и ненадолго, позволять говорить тем, кто умеет в голову не только кушать. Объем необходимых инвестиций в развитие электросетей в Европе я уже рассказал. Еще один пример. То, что в 2022 году в Европе и в Штатах были прекращены гонения на атомную энергетику. Оказывается, что без базовой генерации балансировка энергосистемы невозможна. АЭС как ни крути, а углекислый газ не вырабатывают. И что эти тенденции дают России? Есть в этом для нас что-то полезное? Про атомную энергетику, надеюсь, слова от меня особо не требуются. Несмотря и невзирая на всю русофобскую истерику, те страны, которые действительно хотят развивать у себя атомное направление, один за другим начинают все активнее искать возможности сотрудничества с Росатомом. Но прочая публика, самая крикливая, визгливая, этого делать не желает. И что-то там бурчит, что вот сейчас раззудись в плечо, размахнись в руках, а мы как начнем самостоятельно строить АЭС по собственным технологиям, полетят клочки по заколочкам. Поводов волноваться по этому поводу вообще не вижу. Даже если начнут строить АЭС прямо сейчас, то закончат где-нибудь так в 40-м году. Судьба Олкилоута и Фламанвилля тому порокой. Бодается теленок с дубом. Причем дубу лет так 300, потому ствол у него в три обхвата. Будут и дальше строить ветряные и солнечные электростанции, поскольку упрямые и бестолковые. Вынуждены будут прокладывать все новые линии электропередач. Почти такое же соображение относится и к развивающимся странам, которые вполне способны принять решение прислониться к модной тенденции в надежде на то, что когда-нибудь, рано или поздно, возможно, Запад поощрит их за это денежкой из какого-нибудь зелененького фонда. А мы чего? А мы не против. Мы ведь за многополярность и прочую борьбу осла с бобром. Чем кого-то переубеждать, не лучше ли зарабатывать на этом упрямстве? И это не только про то, что нам выгодно развивать собственные технологии солнечных и ветровых электростанций и накопителей энергии. Без этого, разумеется, никак. Но сегодня не об этом. Что такое новая линия электропередачи и подстанция? Правильный ответ – медь. Много меди. Что такое производство электроавтомобилей? Литий, никель и графит. Редкие и редкоземельные металлы. Их присадки позволяют сделать более легкими корпусы автомобиля. Что такое ветроэлектростанции? Постоянные магниты на редких и редкоземельных металлах. Как можно снижать потребление нефти и нефтепродуктов? В числе прочего – снижением веса корпусов автомобиля, то есть ростом применения алюминиевых и титановых сплавов. Мир вокруг нас сходит с ума. Это факт. Россия имеет все шансы стать лечащим психиатром. А труд психиатра непрост, а потому требует достойного материального вознаграждения. Цинично? Разумеется. Не нравится? Выключайте передачу, я не против. А вот для тех, кто не имеет ничего против того, чтобы у России появилась возможность развивать вот этот пучок новых технологий на собственной материально-ресурсной базе, у меня есть другое предложение. Предлагаю зафиксировать, что мое недовольство отказом от воссоздания Министерства геологии – это действительно про энергетику. Материально-ресурсная база 4-го энергоперехода – металлическая, во всем блеске и многообразии таблиц Менделеева. Если планета в составе сотен стран полагает, что этот энергопереход действительно необходим, то использовать нужно старый метод. Не можешь предотвратить – возглавь. Замах широковат. Скромнее надо быть. Нам такое не по плечу? Угу. Но вот в атомной энергетике и замах по плечу, и скромность совсем не нужна. Чуть не оговорился. Чем хороший «Росатом» для сторонних заказчиков? Комплексностью услуги. От юридических вопросов в национальном законодательстве, которые требуются настраивать по стеположению договора о нераспространении ядерного оружия через проектирование атомных электростанций к их строительству, ядерному топливу в комплекте с переработкой, через подготовку специалистов к выводу АЭС и прочих ядерно-релизационно-опасных объектов из... Блядь. Комплексностью услуг. От юридических вопросов в национальном законодательстве, которое требуется настраивать по стеположению договора о нераспространении ядерного оружия через проектирование атомных электростанций к их строительству, к ядерному топливу в комплекте с переработкой, через подготовку специалистов к выводу атомных электростанций и прочих ядерно-релизационно-опасных объектов из эксплуатации. С одной стороны, у «Росатома», безусловно, был огромный научно-технический задел, созданный легендарным Министерством среднего машиностроения. А в том, что касается зеленой генерации, у нас, мягко будет сказано, поздний старт. С другой стороны, развитие зеленой энергетики точно не требует работы с МАГАТЭ. А если серьезно, если наши технологии будут базироваться на нашей собственной ресурсной базе, то у России есть все шансы получить существенное конкурентное преимущество в сравнении с технологиями западными, которые с каждым годом все больше и больше базируются на китайских комплектующих. Да, Китай крайне серьезный конкурент, но происходящее в Боливии показывает, что и с ним можно не только сражаться, но еще и побеждать. Напомню, а то есть подозрения, что не совсем понятно, о чем говорят. Через пару лет «Росатом» заканчивает ввод в эксплуатацию Центра ядерных наук и технологий в составе исследовательского реактора, ускорителей и горячих лабораторий в Боливии. Уже в этом году Боливия начала выпуск собственных радиофармпрепаратов, на что вся прочая Латинская Америка взирает разину форты. И еще в прошлом году произошло то, чего никак не мог ожидать не только я, но и прочие пристрастные наблюдатели. Результатом очередного тендера на разработку литиевого месторождения, второго по объемам запасов в Боливии, в стране на секундочку самыми большими запасами этого легкого металла, победителем стал «Росатом». Победа, несмотря на то, что в тендере участвовали сразу две китайские компании, мировые лидеры по производству литий-ионных аккумуляторов. До конца этого года должна быть запущена опытная установка, чтобы соответствующие государственные органы Боливии могли оценить экологичность предлагаемых нашей атомной корпорацией технологий добычи и обогащения лития. Даже если это всего лишь своеобразная форма алаверды от нашего стола к вашему столу, важен результат. Так что ничего нового, все по старинке, «Глаза боятся, руки делают». Ну и сегодня напоследок. Изложены мной не мои личные безосновательные фантазии и размышления. Позволю себе процитировать, дабы не быть голословным. Правительство Российской Федерации. Распоряжение. От 30 августа 2022 года. Номер 2473-Р. Пункт первый. Утвердить прилагаемый перечень основных видов стратегического минерального сырья. Второе. Минприроды. Совместно с Минэкономразвития. Минфином России. Роснедрами. Обеспечить приоритетное финансирование за счет средств федерального бюджета работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы дефицитных видов стратегического минерального сырья. Третье. Минприроды России. Совместно с Минэкономразвития России. Минпромторгом России. Минобороны России. Минэнерго России. Росрезервом, Росатомом. Обеспечить подготовку и представление в правительстве Российской Федерации предложений по актуализации перечня, утвержденного настоящим распоряжением, не реже, чем раз в три года. Пункт четыре. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим распоряжением, осуществляется Минприроды России в пределах, установленной правительством Российской Федерации, предельной численности работников Центрального аппарата Министерства, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на руководство и управление в сфере установленных функций. Этим распоряжением перечень стратегических минеральных ресурсов вырос с 29 наименований до 61. И это было первое обновление после 1994 года. 28 лет у нас был один и тот же набор стратегических минеральных ресурсов. Но вот в позапрошлом году правительство решилось сдвинуться наконец с мертвой точки. Расширение списка произошло именно за счет включения в перечень редких и редкоземельных металлов. Тех самых, без которых ни о каком новом энергопереходе и мечтать не приходится. С одной стороны, не могу не поздравить правительство с тем, что оно в кои веки решило, что называется, шагать в ногу со временем. С другой стороны, уж простите, сам перечень сделан в режиме тяп-ляп, другого определения придумать не в силах. В нем должно быть не 61, а 62 наименования. При перечислении редкоземельных металлов один из них просто потерялся. Я и сам сначала не поверил. Не поленился со справочником сличить. Нет, это не моя ошибка. Распоряжение полтора с лишним года красуется на сайте правительства, что, на мой взгляд, говорит о том, что составляли ее точно не самые квалифицированные специалисты. Есть еще одна характерная примета нашего благосклонного к раздолбаем времени. Для этого даже зрение напрягать особо не требуется. В пункте 4 видим реализация полномочий осуществляется Минприроды России в пределах осигнований, предусмотренных Министерством на руководство и управление в сфере установленных функций. Осуществляется. Не несет ответственность за выполнение, а реализация осуществляется в пределах осигнований на руководство и управление. В пределах осигнования на руководство и управление, но при этом в пункте 3 видим обеспечить приоритетное финансирование, да еще и совместно с Минэкономразвития, Минфином и Роснедрами. Ответственного нет. Финансирование то ли в пределах, то ли оно приоритетное, да еще и совместно. При этом формулировка работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы дефицитных стратегических минеральных ресурсов по сути ровно одно слово – геолог-разведка. Страшное какое-то слово, раз уж приходится маскировать его бюрократическим словобудем. Страшно, поскольку если назвать вещи своими именами, то получится Минприроды России совместно с Минэкономразвития России, Минфином России, Роснедрами обеспечить приоритетное финансирование за счет средств федерального бюджета геолого-разведку дефицитных видов стратегического минерального сырья. А отсюда уж и до ужасающего требования восстановления Министерства геологии рукой подать. А нам такое, к сожалению, непозволительно. Нам привычнее и сподручнее назначить на одну работу сразу несколько министерств и ведомств. Тогда при срыве работы спрашивать будет точно несколького. И совсем уж тотальным антипрофессионализм в заверсту несет в пункте 3, который требует актуализацию перечня стратегических ресурсов каждые три года. Это, прости господи, что за стратегия такая, если ее каждые три года обновлять требуется. Перечень начинается с волшебного слова «нефть». Мы ее действительно будем актуализировать каждые три года. И вот на этом придется сегодня остановиться, поскольку я сильно подозреваю, что для продолжения придется аккуратно разобраться, что входит в список редкоземельных металлов, чем металлы редкоземельные отличаются от металлов редких. С одной стороны, не совсем моя тема, с другой стороны, а вдруг кто-то из профессиональных геологов случайно услышит сегодняшнюю передачу, после чего позвонит, чтобы сказать, «А ты ведь дальше самостоятельно не справишься, так что давай-ка подвинься чутка в сторонку». Бывают вы решительные чудеса. Вот и подожду на всякий случай. Не дождусь, продолжу сам. Пусть появится повод меня основательно отругать.